Зимой 2011 года в арабских странах начались волнения. К весне они докатились до Ливии. Группы ливийцев пытались сместить власти во главе с Муаммаром Каддафи. Но Каддафи отказался покидать свой пост. В стране начался вооруженный конфликт. Пока побеждали мятежники, Запад молчал. Но когда верх стал одерживать Каддафи, Запад начал бомбардировки Ливии. Франция и Англия заявили, что убьют Каддафи. Почему Западу так необходима его смерть? Почему натовские бомбежки Ливии – это миротворческий процесс, а бомбежки Каддафи – преступление против человечества? Давайте разберемся. И начнем с самого начала. Почему вообще начались волнения? Кто за этим стоит? Кому это выгодно? Не секрет, что США давно обкатали схему оранжевых переворотов. Технология проста. Ее мы наблюдали в действии уже много раз. На площадь помогают выйти недовольным. Как помогают? Выплачивают гранты руководителям, обучают их в Штатах, поддерживают в прессе. Не важно, чем именно недовольны недовольные. Это могут быть обманутые дольщики или борцы за Химкинский лес. Они выходят на улицы, на площади. И намеренно провоцируют власть на применение силы. Если в вас стреляют, вы же выстрелите в ответ. Выстрелит и полицейский, которого дома ждут семья, дети. Начнется кровавая баня и погромы. В этот момент власть встает перед выбором. Либо проявить малодушие и уйти в отставку, поддавшись на провокацию менее чем 1% населения страны, либо силой подавить беспорядки, защищая жизнь и права 99% своих граждан. Что будет, если руководство страны уйдет? К власти придет параамериканский президент. И крупнейшие предприятия будут проданы Западу. Такое уже было в России при Ельцине. Тогда были распроданы основные активы нашей страны. Готовится эта операция и сейчас. О чем постоянно говорят несогласные? Что нужно передать «Газпром», «Роснефть» и другие компании в частные руки? Продать их на аукционах? Кто же сможет их купить за десятки миллиардов долларов? Только те, кто эти доллары печатает. Соединенные Штаты Америки. Хотите купить мегакорпорации за копейки? Все очень просто. Устройте в стране переворот. А теперь вернемся к Ливии. Почему Запад хочет убить Каддафи? Он показал всему миру, что США можно победить. До Ливии это было невозможно. Грузия, Югославия, Украина, Египет, Киргизия. Искусственные перевороты в этих странах проходили на ура. Каддафи же почти победил мятежников. И теперь должен быть убит. Он обязательно будет убит. Иначе изменится правило игры, навязанное миру США и Англии. Подождем, пока убьют Каддафи. А пока ждем, зададим себе один вопрос. Кто следующий? Возможно, именно мы. Готовьтесь, Дмитрий Анатольевич. И вы, Владимир Владимирович.